СМЕХ Как вы умудряетесь? Почему у китайцев титановый iPhone более титановый, чем у Apple? Так вот, если посмотреть, настоящий больше похож на фейк, чем китайский. Берешь титановый iPhone 15 Pro за 21000 рублей. Вот так это выглядит. Абсолютно хрен отличишь от настоящего. Распаковка... Ну ты понимаешь, до чего дошел прогресс И это не какой-то галимый фейк Посмотри, как выглядит нарядно А все потому, что это настоящий iPhone 15 Pro Чудо не произошло Но что если я скажу, что вы можете купить на Авито iPhone XR Который был у нас уже несколько раз Теперь в корпусе 15 Pro Plus Засылай Да засылай, не бойся, что ты боишься О, все произошло Да, коробочка немножко не замкнулась, да и хрен бы с ним Вот здесь лежит просто священный краль, народ 21 тысяча рублей Вы можете купить в корпусе 14 Pro XR за 17 тысяч рублей Вы не можете купить оригинальный iPhone XR за эти деньги Бушный, убитый, в слюне продаются за 20 плюс А тут тебе, пожалуйста, китайскими руками пересобранное величие Это настоящий iPhone XR Внимание на 128 гигабайт За двадцатку Просто за двадцатку Берешь и берешь килограмм Приходишь на, не знаю, куда ты можешь прийти На рынок какой-то очевидный Горишь, килограмм 10R вот этих вот 13-х чуть-чуть, 14-х и 15-х сверху, да Я в... Поехали распакуем, узнаем, что такое Титановое 10R величие Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить Погнали Как вы знаете, у новых пятнадцатых iPhone'ов на этих стикерах есть голограммы Так вот их китайцы уже подделывают Так что это не признак, значит, оригинальности Но прикол в том, что здесь ребята не стали париться Вот так выглядит коробка При этом, если вы сравните типографию, то она достаточно близка Так прям похоже Единственное, что коробочка с 10R чуть-чуть меньше И это забавно, потому что телефон сам чуть-чуть больше Потому что, ну, рамки никуда не деваются И я не просто так назвал его iPhone 15 Pro Plus Потому что он прям аккуратно заезжает вот в середину линеечки, да Прошечка маленькая Макс большой А это для тех, кто хочет что-то среднее Охренеть Я до сих пор в шоке, насколько ловко китайцы это все пересобирают Но давайте смотреть, как это выглядит Потому что можно взять и натуральный титан Кстати, но по фоткам он выглядит прям позорно И вот синий как будто ближе к сути, да Именно поэтому мы синий взяли Более того, он еще и дешевле Поэтому самый дешевый 15 Pro Plus в цвете синий титан А, вот бумажка Наклей сам Я не хочу смотреть на телефон, я хочу заценить бумажку А, правда, слушай, это натуральный стикер То есть это почему-то продавец не стал запариваться и ее приклеивать Хотя мог бы на самом деле И в комплекте у нас идет, внимание, Lightning Ну, конечно, они не стали тебе перепаивать USB-C Ты что, угораешь что ли? Поэтому Айфон 10R в корпусе 15 Pro Все еще на Lightning Идеальный айфон вообще Идеальный, нахрен этот USB-C вообще Вот оно счастье Давайте сами наклеим А то что у нас как-то не комплект получился Берешь Аккуратненько Все Не отличить от оригинала Айфон 15 Pro Блю Все как положено Все четенько Сверху, правда, написано iPhone 14 Pro Ах, китайцы, скотина, смотри Включает iPhone 14 Pro Внизу iPhone 15 Pro Да, б***ь, говорит китайцы И правильно делает Значит, в конвертике Designed by Apple in California У нас лежит что? У нас лежит фейковая инструкция И скрепка Скрепка, как обычно Яблочко нет Вот, кстати, я не знаю, почему китайцы Забивают на такой важный аспект Как яблочко Камон Кладите яблочко Заколебали Вам что, жалко, что ли? Все Больше, к сожалению или к счастью Нас ничего не ждет Он более титановый, чем настоящий, понял? Видели вот эту шагрень, классную на картинках на Apple сайте? Так вот, ее в жизни нет ни хрена А тут она есть Китайцы на сайт посмотрели Такие, сделаем так же И сделали хорошо Ядрена, посади же Слушай Да ладно У него и задний экран искругленный Ты понял? Ну, все-таки не так, конечно, козырно, как должно быть Но, тем не менее И у нас есть чем сравнить iPhone 13 Pro Plus iPhone 14 Pro Plus При этом у нас даже этот треснул Потому что им пользовались, да? И, вы знаете, вот они, собственно, плоские Здесь прямо видно, что они плоские По то, как это должно выглядеть у iPhone 14 Pro Здесь он закругленный Охренеть, китайцы заморочились То есть он закругленный И самое угарное то, что у iPhone XR оригинального IPS-экран, он чуть покатый, да? То есть там вот это 2,5D стекло Здесь же они научились делать его плоским Они взяли экран от XR Отодрали от него стекло Приклеили новое И получился адский франкенштейн Вот такие корпуса, кстати, стоят в районе 2000 рублей И чтобы вы понимали Здесь из оригинального Только, только плата XR Батарейка, камера, экран, корпус Практически все другие элементы Это все китайские аналоги Которые стоят вообще Фу, миску риса Именно поэтому эти телефоны продаются За 17 тысяч, за 21 Вы представьте, если он продается за 17 Сколько он входит продавцу То есть он залетает вообще, что, за десятку вообще? Чтобы маржинальность-то на них должна была быть Окейная Единственное, меня калит, что они пытаются сделать Из него типа iPhone 15 Pro Но вот эти вот две заглушки Как вы понимаете, камера настоящая одна Двух вторых просто не существует То есть нет камеры Сделайте мне одну, пожалуйста Китайцы, услышьте меня Сделайте мне вот такой корпус Одну камеру И я кайфану Я вообще вас всех буду прославлять до бесконечности Это будет наш такой российско-китайский iPhone XR Max Plus вообще классный Потому что вот эта вот попытка сделать подделку Я понимаю, что люди покупают Но, блин Сделайте полностью оригинальный iPhone Такого даже у Apple нет Ты понял? Единственное, что Пусть и китайский перезобранный Он все равно не обладает Той самой приколюхой Как Apple Pay Потому что ее в России вообще нет Мы уже начали потихонечку отвыкать И в целом, на самом деле Сегодня это не такое уж и большое страдание Ну, взять, например, ребят из Альфа-банка У них есть платежный стикер Я себе, кстати, такой приклеил на MacBook И сделал себе платежный MacBook Вот так это выглядит Соответственно, в кафехе могу вот так вот оплачивать И это, конечно, абсолютно ни с чем не сравнимое удовольствие Но можете приклеить и на телефон И на любую другую вещь, которую хотите платить И сделать ее, так сказать, платежеспособной Это смартфон Realme 11 За 25 тысяч рублей Я перешел на него Хочу попользоваться бюджетным андроидом Здесь есть NFC А значит, я ставлю приложение Альфа-банк Выбираю его как способ оплаты по умолчанию Для NFC И все, вуаля Дальше в Альфа-банке в приложении Мне нужно выбрать карту, с которой я хочу оплачивать И дальше это работает, как вы, собственно, привыкли Подносите телефон к терминалу и welcome Я, кстати, пользуюсь Альфа-пэем на своем еще фалде Вот спустился в кафеху тут неподалеку Ба-бах И вот так все быстро происходит Не надо запускать приложение Все работает, как вы привыкли И это, на самом деле, очень и очень удобно Стикер, либо оплата с NFC, понятно Но Альфа-пэй работает также в онлайне Соответственно, вам не нужно добавлять карту Не нужно забивать каждый раз эти данные И даже добывать их из автовставки Потому что там не всегда работает корректно В магазинах, где поддерживается Альфа-пэй А их уже больше 8000 И все основные, конечно, уже там Вы нажимаете заветную красную кнопку И дальше все происходит автоматически Вот это самое кайфовое Когда у вас работает все в одной экосистеме Вы скажете, Валя, а зачем вообще какие-то стикеры Либо там, типа, картой платить с телефона Когда есть QR? Ну, во-первых, это действительно удобно Но не всегда И когда будете подключать Вот тут на экранчике как раз написано Альфа-пэй работает без интернета И кэшбэк работает как обычно Потому что по QR его, к сожалению, нет И это, на мой взгляд, ключевая особенность Кстати, приятная новость За любые покупки до 30 ноября Альфа-банк начисляет еще дополнительные 10% К вашему обычному кэшбэку Эти проценты суммируются к кэшбэку по категориям Барабану суперкэшбэка и кэшбэку от партнеров Максимум 1000 рублей или миль в месяц Ну, а дальше как обычно Если вы еще не пользуетесь Альфа-банком То заказывайте бесплатную дебетовую альфа-карту прямо сейчас И подключайте ее к своему телефону Платите как положено Ну, а если у вас айфон, даже такой Закажите стикер Это, по сути, та же самая карта Только в практичном формате стикера Который уже можно разместить где вам удобно Переходите по ссылке в описании Пользуйтесь Альфа-пэй Платите как вам удобно Смартфоном, стикером в онлайне И получайте дополнительный гарантированный 10% кэшбэка Настало время удалить защитную пленочку Нихрена она приклеила И мы не увидим ничего нового Потому что это все тот же Экран 10R Еще раз в три конца переделанный Под стекло Ну, так ничего не скажешь Единственное, что он чуть выпирает То есть он не в заподлицо идет непосредственно с рамкой Видно, что вот он как раз выпирает Поэтому здесь Эффект как будто сразу наклеено защитное стекло В принципе, если наклеить защитное стекло То оно как будто бы этот эффект умножит И вы всегда можете сказать Ну да, наклеил, что такое Кстати, во многих объявлениях на Авито Написано, что защитное стекло идет в подарок И знаете что? Я его ни разу не видел Нам в подарок его не давали Потому что здесь нужно свое стекло Типа, возможно, от 10R подойдет Но не факт Потому что это нестандартный размер Тут самое забавное в этом Айфоне то Что это не базовый 15 Pro И даже не 15 Pro Max Для сравнения Настоящий 15 Pro И не менее настоящий 15 Pro Max Как вы видите Разница, что называется, очевидна Именно поэтому Эту радость мы называем 15 Pro Plus Она вот где-то вот посерединочки И, кстати, мне кажется Что вот такого размера Прошка была бы более Ну как бы лаконично понятна Потому что Какого хрена вот этот нищий Айфон 15 Той же диагонали Что и великий 15 Pro Я, конечно, шучу и утрирую Но мне кажется, что Apple надо задуматься Китайцы уже все придумали Ну а теперь давайте сравнивать Китайский титановый айфон Более титановый, чем настоящий Я еще не до конца выздоровел Чтобы на такое реагировать Ну как вы умудряетесь Почему у китайцев Титановый айфон Более титановый, чем у Apple Так вот, если посмотреть Настоящий больше похож на фейк Чем китайский Конечно же Никакого экшн-баттон Вам китайцы не подкинули Здесь все тот же рычажок Опять же Попользовавшись какое-то время Хочу сказать, что экшн-баттон Не всем заходит Многие с удовольствием Бы пользовались новым рычажком Китайцы изобрели идеальный Айфон 15 Pro Плюс Потому что он стоит 21 тысячу рублей Раз И здесь вот этот Кайфовый переключатель Два Лайтнинг Вот этот вот наш любимый Три И в остальном Не видно разницы Здесь iOS 17 Вы спросите меня А в iOS 17 10R 10S Они до сих пор работают На iOS 17 Здесь актуальная система Хрен с ним, что это телефон 2018 года Ему 5 лет Вообще плевать Он еще всех вообще Раскидает только в путь Какое же абсолютное величие Единственное, что вот эти Две фейковые камеры Вот их убрать И будет вообще Великий айфон Я буду просто рад Как не в себя Включаем И сейчас вы конечно Кайфанете Помните, что Айфон 15 Pro Рамочки стали потоньше Да? Сейчас надо Зафиксироваться Я надеюсь вы сидите Оп А, он уже Он уже включен Да это идеальный смартфон Он уже включен даже Он уже активирован За меня Господи Мне не надо Все эти тупые экраны Нажимать Мы только что Достали его из коробки Рамки в палец толщиной В палец Это самые толстые рамки Которые я вообще видел В своей жизни Они даже толще Чем у XR Которые за это В свое время критиковали Давайте посмотрим Как выглядят рамки Настоящего айфона Есть небольшая разница Да? Также конечно Никакого тебе Динамика Айланда В этом смысле Все больше И больше Айфон XR Даже пересобранный В корпус Отрывается от того Чем является Айфон 15 Pro Сейчас Да? То есть Ни экшн баттона Ни тебе USB Type-C Ни тебе Динамик Айланда Две фейковые камеры Еще до Поколения Айфон 13 Можно было Вот здесь Вообще восторг Реально Очень похоже И челка И пожалуйста тебе Лайтнинг И все Вот прям вот он Родной Здесь уже Оооо Даже есть защитная пленка На лотке Сим-карты Что я хочу вам сказать Вот этим Айфон 14 Да? Про плюс Мы пользовались То есть Это настоящий Айфон И он действительно Бьется как Айфон У него нет никаких Этих обустройств 1703 здесь стоит 128 гигабайт Вы видите Что здесь есть приложение То есть это телефон Которым мы пользовались И пришли к выводу Что это телефон Которым можно пользоваться Он вполне корректно работает То есть здесь нет Каких-то прям Больших страданий Немножко странно Себе ведет Даже не экран А скорее Вот этот сенсор Который непосредственно Реагирует на нажатие Но в целом Здесь и Трутон И Face ID И все плюхи Которые есть В айфон 10R Они работают Единственное Что опять же Китайская батарейка Здесь не нужно быть Так сказать Оптимистом Я вам могу сказать Что она умерла До 84% Где-то за месяц Два использования То есть батарейка Деградирует Очень быстро И в случае чего Ее конечно надо менять При этом в начале Она бьется как 100% Я кстати почти уверен Что на 15 айфоне Стоит не последняя прошивка Давайте проверим Мою догадку Нет 1702 Ну типа практически Последняя Можно обновить То есть они вам Из коробки Ее сделали прям типа Аля прям Айфон 15 про Здесь вы видите Экранчик работает Чуть покорректнее Ну потому что Видишь От китайского 10R К китайскому 10R Возможны отличия Здесь также 128 гигабайт памяти И давайте проверим Батарейку Опять же пока Скорее всего Она будет показывать 100% Но я уверен Что она очень быстро Начнет умирать 10R уже конечно Старое устройство Для современных игр Для каких-то Супер сложных задач Оно не годится Здесь одна камера И то не самая Навороченная То есть здесь нету Кайфового Ночного режима Со всеми этими Приятными плюхами Которые есть Прямо сейчас В других устройствах И хочется Ультра шире Как это сделано В айфон Соответственно 11 и выше Но за 20 тысяч За 17 тысяч Хрен с ним Что он пытается Копировать дизайн Современного 15 Pro Это просто Прикольный смартфон И я считаю Что такой можно Купить ребенку Такой можно Купить как Второй телефон Он можно Купить как Запасной телефон Как я не знаю Еще какой-то телефон То есть это Айфон Вполне себе Да китайский Как скотина Но он этого И не скрывает Но при этом Выглядит издалека Весьма Похожим на то Чем он не является Собственно Я так понимаю Наверное что Это последний год Когда вот так Вот угорают По 10R Потому что Во первых Их должно быть Просто уже В какой-то момент Не стать Они же не бесконечные Вот эти платы 10R Это раз Во вторых Скорее всего iOS 18 уже Нативно Эти телефоны Не получат Хотя я могу ошибаться И интересно Какой смартфон Станет донором В дальнейшем Очевидно что Это будет Айфон 11 Технология Так сказать Перевращения 2.5D стекла В плоское Уже отработано Корпуса Welcome Все это переделывается Поэтому можно продолжать Так сказать Развлекаться Но там уже Качественный скачок OLED-экран И вторая камера Настоящая Посмотрим К чему это приведет Но прикол в том Что Apple Которая подзабила На линейку SE Потому что очевидно Непонятно Как там это все поженить И как должен выглядеть Айфон SE сейчас Очевидно что Это должно быть Какое-то старое железо С новым процессором Но уже с USB-C То есть Если они его выпустят Весной следующего года Будет крайне интересно Что это будет тоже За сборник Франкенштейн Но пока Apple Что-то пытается Китайцы придумали На мой взгляд Уникальную функцию И формулу Как сделать хорошо Берешь современный корпус Пихаешь Что-то старый телефон Который является оригинальным И вообще не паришь Потому что подавляющее Большинство людей Вообще плевать А17 Pro А15 Bionic Либо еще какая-то Старая шляпа О! Ватсап работает Фоточки делаются Бабушке подарил Бабушка ходит Бабушка вообще не втупляет Что это за мобила При этом она вполне себе Такая симпатичная И даже за 200 рублей Можете на Алиэкспрессе Либо на Авито Найти на них чехлы Потому что они тоже Нестандартной формы Все! Победа! Мы обыграли Apple Вместе с китайцами Ну и конечно Чтобы вам было совсем хорошо Вот этот айфон Не стыдно его кстати Разыграть Мы отправляем В наши конкурсы И для того Чтобы стать счастливым Обладателем подобной Приколюхи Все что вам нужно сделать Это зайти В наш телеграм канал Можете сделать это Также по ссылочке В описании Нажать кнопочку Участвовать В специальном боте И там через недельку В нашем телеграме вообще хорошо Там сейчас идут актуальные конкурсы Как минимум Можете испытать удачу И выиграть 5 новых PlayStation 5 Которые уже совсем скоро Поступят в продажу А также какой-нибудь Pixel 8 Pro приятный Ну и многие другие смартфоны Так что в закрепленные сообщения Вообще залетайте И смотрите Какие конкурсы идут Прямо сейчас Так что вы можете Не только эту радость выиграть Ну и испытать удачу На другие лоты Не, ну а фон 15 Pro Очевидно Настоящее себе оставлю Да слушай Такой даже прикольнее Айфон 15 Pro есть у каждого Ну типа у кого нету 15 Pro Господи Кого ты удивить собрался Этой вообще балалайкой Купертиновской Вот это вообще мобила Вот с такой все девчонки твои Поэтому Желаю вам всего самого хорошего Стоять Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok